Ассаламу алейкум, дорогие братья, дорогие сестры. Продолжаем чтение описания Кабарды, написанное Швецовым в 1827 году. Зачитаю текст. Покушениями навели ужас на жителей всей части линии. Так что на многих местах ожидали нападения. Обратились же партия с добычей по Куркуженскому ущелью, ведущему к Баксанскому, в российском укреплении в 10 верстах и переправе в Онном сию реку. Хребтом прошли на урочище Ксанти и потом тоже подошвы у Эльбруса через Карачаевцев за Кубань. И потому предлежащее ущелье Гюнделен предместостью Ксанти. С ранней весною нужно занять войсками не меньше двух род пехоты, дабы при надобности одну отделить можно было в самой Ксанти, а тем иметь пункты присоединения дорог в своих руках. Равно и узкое дефиле к Онному ведущей от Гюнделен точно таким же расположением, как делалось в прошлом месте. Вторая дорога идет мимо Кинжал-горы, но от всего уже места он на другую пути не имеет, как именуемо на Ксанти. Следовательно, занимает сей пункт, не делает в военных расположениях выгод. А третья Гюнделенское ущелье по Баксану и Ксанти, которое иного уже описано выше всего. Касаутское ущелье тоже нужно занимать двумя ротами, ибо Онное никакого сообщения с описанными не имеет. Текст окончен. Хочу дать опять дополнение к Санти, это на русско-российский лад, а так Гестенты на Карачаево-Балкарском. Оно находилось между Кюнделеном и Былымом. Там жили балкарцы. Это дает понять, что данную местность российская армия еще полностью не завоевала. Она находилась под контролем карачаевцев, частично балкарцев. Тут же пишется, что подошвы Эльбруса через карачаевцев уходят за Кубань, за кубанские адыги черкесы. Также и карачаевцы черкесы. И тут описывается ущелье Кюнделен, на Карачаево-Балкарский лад, это Кюнделен. Поэтому это опять очередной раз доказывает, что границы были именно на Ксанте, это Гестенты, это между Былымом и Кюнделеном. Тут описывается, что надо занимать эти места. Российская империя еще не заняла полностью эти места. Карачаевцы проходят через эти места. И это очевидно говорит, что это была земля карачаевцев. Подошвы Эльбруса проходят карачаевцы. Не кто-либо там, знаете, проходит. А именно карачаевцы проходят. Но это уже надо понять, что это земля. Северный склон весь. Все эти места, все эти пастбища были землей карачаевцев. Это было просто очевидно. Также гора Кинжал указывается на карачаевский лад. Это на карачаевском языке это Канджол, дорога крови. На русский лад они называют ее Кинжал горой. Также указывается Касаутское ущелье. Это на карачаевском Хасаут. И в низовье этого ущелья карачаевское село Схалат. Он говорит, что это тоже надо занимать. Оно не занято. То есть это говорит о том, что эти земли не были еще завоеваны Российской империей полностью. И там обитают карачаевцы. И это очередной раз доказывает, что вся эта земля, про которую описывает Швецов, я не беру с головы и описываю Швецова, это архивные документы. Это говорит о том, что это была земля карачаевцев.